Вчера в двунадесятый православный праздник Святой Троицы, являющийся по сути днём рождения всей Церкви Христовой, в Свято-Троицком кафедральном соборе, для которого этот праздник является престольным, митрополит Кирилл отслужил Божественную Литургию, после которой состоялось награждение победителей фотоконкурса, посвященного пасхальному крестному ходу. Таким образом в соборе соединились и воскресение Христова, и схождение Святаго Духа на святых апостолов, случившееся на 50-й день после Пасхи. Праздник Святой Троицы из череды других православных праздников выделяется тремя моментами. Во-первых, на Пятидесятницу в храмах всегда очень много зелени. Во-вторых, сразу после литургии на вечерней службе люди очень долго стоят на коленях на трёх длинных молитвах, хотя вообще-то не великий пост. Ну и в-третьих, наконец-то, после 49-ти дневной паузы впервые поётся молитва Святому Духу. Царю Небесный, утешителю души истинной, и же везде с и вся исполняй, сокровища благих и жизни подателю, прииди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Царю Небесный, с праздником, роднулечка. Апофеозом Божественной Литургии, как всегда, стало причастие Святых Христовых Тайн. Кстати, не могу не заметить, вчера, ну так удачно совпало, на планете Земля отмечался ещё и Международный День Отца. Это праздник исключительно мирской, но уверен, что тот, кто любит нашего общего Отца, создателя реальности, тот не забыл и о Боге Отце в День Отца. Тем более, у Бога Отца нет своего отдельного праздника. Вот у Бога Сына есть Пасха, Рождество и ещё много важных праздников. У Бога Святаго Духа сегодня праздник Святаго Духа, а у Бога Отца нет отдельного Дня Почитания. Так что вчерашний Мирской День Отца ещё полнее подчеркнул триединство православного праздника Святой Троицы. Но это так, отсебятина. А после Свято-Троицкой Евхаристии началось награждение победителей фотоконкурса, организованного Фондом Святой Екатерины и посвященного Пасхальному Крестному Ходу, прошедшему 28 апреля сего года от Свято-Троицкого собора до сквера у драмтеатра, где, как тогда предполагалось и к этому всё шло, будет построен Екатерининский кафедральный собор. Но вчера, на Пятидесятницу, напомню, митрополит Кирилл после протестов скверофилов от этого места под храм отказался, чтоб не нагнетать возбуждение в обществе. Теперь в этом сквере храма точно не будет. Но тогда, 50 дней назад, в Пасху, об этом никто не знал, и на Крестный Ход, который запомнился чудовищно лютой холодной и снежной погодой, вышли 20 тысяч человек. Фонд Святой Екатерины предложил участникам Крестного Хода фотографировать всё, что происходит с ними и вокруг, и присылать фотки на конкурс с хэштегом «Град Святой Екатерины». И вот вчера, на 50-й день после Пасхального Крестного Хода, на победителей фотоконкурса сошёл, ну, хоть не Дух Святой в виде огненных языков, но, может быть, и Благодать Святого Духа, если они причастились, и уж точно на них сошла радость от победы в конкурсе. Супер-приз! Поездку в следующем году в Иерусалим за Благодатным Огнём, по мнению жюри, состоявшего из фотографов и прочих специалистов, выиграл Кирилл Пинженин, который участвовал в Крестном Ходе с семьёй и вот так удачно запечатлел свою младшую сестрёнку. Фото непрофессиональное, но оно отражает и размах, и радость, и общее настроение Пасхи. Помимо главного приза, в конкурсе было ещё несколько номинаций. Лучший фоторепортаж, лучшее фото Крестного Хода, лучшее фото участников в городской архитектуре, самое эмоциональное селфи, лучшее семейное фото. Например, приз за селфи получил Илья Щевелёв, который снял себя с громкими палестинскими скаутами, которые третий год подряд прилетают на Пасху в Екатеринбург из Иерусалима. Мы рады, что нас отметили призом за нашу фотографию, селфи, которую мы сделали. Когда мы фотографировали, мы не думали, что там столько придёт людей, а на самом деле она поймала столько лиц счастливых. И, мне кажется, передалось настроение, потому что мы третий раз уже участвуем в Крестном Ходе. И надо отметить, что вообще в принципе в Екатеринбурге очень сильная община, православная. И я не просто так это говорю, потому что мы были волей случаями в Украине, и даже они считают паломничество на наш крестный ход, царский крестный ход, считается у них как нечто рядом стоящее с паломническим крестом в Иерусалим. Помимо всех прочих номинаций, была в конкурсе ещё и спец-номинация от фонда Святой Екатерины, которую выиграл Иван Игнатенко, запечатлевший сынульку-роднульку на фоне красных пасхальных шариков. Господь так благословил, что мы впервые в жизни вместе с сыном приняли участие в пасхальном городском крестном ходе. Несмотря на погоду и другие препятствия, нам было очень радостно, чувствовалась Божья благодать.